Всем привет! Привет! Сегодня 17 апреля и о чем мы поговорим? В России не хватает автобусов. Продолжаем освещать веселье, связанное с эвакуацией. Также мы вам раскроем секретный секретный номер, который будет в середине видео, по которому у вас есть таки возможность получить материальную помощь. Не от нас. Также о лайфхаках, с помощью которых вы можете не прописанными в Санкт-Петербурге или Москве прилететь таки на родину. Или в Кострому. Подробнее обо всем. Прошла неделя с нашего последнего видео. Мы выпустили классный ролик про фильм экипаж. Посмотрите его обязательно. Ссылка внизу. И за эту неделю, что мы смогли сделать? Мы смогли выучить имя министра связи. Минком связи Маскут Шадаев. Этот человек крут. Он в телеграмме отвечает всем на вопросики. Ну, по крайней мере, делал это в первые дни, когда была полная неразбериха. Полный ад. Ну, то, что вы видели 10 числа, продолжилось на следующих рейсах. То есть там люди приходили в списки, их приглашали. В списках они не значились. Ну, вот за эту недельку, так сказать, наш комитет по чрезвычайной ситуации, или как он там называется, все-таки добил эту тему. И люди, если есть в списках, они улетают. Аллилуйя. Ура. Да. Спасители. Спасибо вам. Но есть нюансы. Если вы, например, из Москвы, а ваша жена из Питера, то вы как бы непонятно, как должны подать заявку на госуслуги. Раздельно, вместе. Если вместе, то вы один летит в Питер, другой летит в Москву или в Арнаул и в там, я не знаю куда. Потому что никак не поменять фактический адрес на госуслугах. Который вы указываете при регистрации адрес фактической самоизоляции. Какой ты написал в паспорте? Ну, в общем-то, будь добр, туда и пожалуй. То есть я уже хотел оказывать услугу по двухнедельному карантину в Питере. У меня там квартира. Обращайтесь. Договор аренды можно предъявить. И вы едете спокойно на самоизоляцию в Питер. Но так как на госуслугах нет возможности отредактировать заявление. И вы там в Барнауле. Вы там в Барнауле, согласно вашему паспорту. И даже квартира в Питере вас не спасет. Дальше еще есть нюансики по тому, что люди-то бывают и с кнопочными телефонами и старше 65 лет. То есть им должны помогать какие-то добровольцы, какие-то может родственники, я не знаю, кто-то, кто может за них все заполнить. Система работает, конечно, очень бюрократично. Возможно, это чем-то обусловлено. Мы никогда не узнаем правды. Но, ну, прямо скажем, немножко туповато. Заполни это, пойди туда, сделай это, нажми то. В Телеграме вам вывесят список. Там вы себя должны как-то найти по номеру заявки. А у компании, которая вас отправляет, только фамилии. Ну, то есть, все это было вот за эту неделю как-то так, ну, негладенько, прямо скажем. Уже к вчерашнему последнему там рейсу уже все улетали, все было хорошо, все даже пролетали. И там тоже было вроде как все хорошо. Ну, то есть... Арина, которая выступала в прошлом выпуске, все еще в Бангкоке. Ждет вылета в Екатеринбург. Вроде как им пообещали вылет 18 числа, то есть завтра. И я надеюсь, что все будет гармонично, что их таки отправят домой. Ну, все-таки они родились или точнее прописаны в Екатеринбурге. Им повезло. Не повезло тем, кто не прописан в тех городах, куда отправляют. Еще небольшой нюанс. Вчерашние или сегодняшние, которые прилетели с Бали, увидели таблички, точнее, увидели и объявили на регистрации. А приглашают только те, кто по прописке. Вот посмотрите на него в радиусе 300 километров от Москвы. Там довольно многовато городов. И представляете, об этом не знают те, кто улетает, что они могут попасть на эти рейсы. С тех пор, как последний рейс улетел на Питер и Москву, был огромный хейт со стороны региональных жителей. Какого хрена вывозят только Москву и Питер, а мы здесь сидим, ждем. Вот так все сидят и ждут. Да, улетел Красноярск. Сейчас улетят Иркутск, Дальний Восток. Кто там еще? Ну вот, Екатеринбург. А остальные пока вот все еще ждут. То есть неделька еще прошла. Слушай, ну они что не могут сказать, что Смоленск, окей, везем из Москвы на автобусе? Может быть, они бы и готовы сказать. А сколько еще людей напрямую в Москву летят и хотят тоже попасть на эти рейсы. Ну, на этот рейс. Сделать больше они не могут. Я так понимаю, вся проблема всей этой огромной страны составляют автобусы, которые везут людей из аэропорта по домам. Их возят несчастных по пять часов. Ну, кому не повезет. То есть вот эти люди прилетают с рейса. Они не имеют права сесть на свой транспорт. Да, они этого не имеют права. Их везут. И то есть все это ограничение вообще на приезд родных граждан в Россию связано с количеством автобусов. Что за вред? Давайте их в автозаки сажать. Классная идея. Ребята простаивают. Митингов нет. Все нормально. Вот, сели, поехали. Ну, извините за такой черный юмор. Автобусов нет. Никого нельзя отвезти. Побольше, чем 500 человек в день. Ой, тяжело. Ну и посмотрите, как и для чего все это делается. Сейчас в Таиланде у нас менее 30 заболевших в сутки. В России более трех с половиной тысяч в сутки. То есть нас отсюда вывозят, таких крайне зараженных, и куда-то там на автобусах везут в какие-то карантины, самоизоляции, чтобы никто не проскочил. Не бред ли? Ну, уже, наверное, надо как-то разделять, где, кто, откуда летит. С острова, у которого уже две недели у нас нет новых заболевших. Ну, собственно, уже и не будет. У нас карантин, у нас везде запреты. Даже говорят, пляжи закрыли. Вот, посмотрите табличку на закрытых пляжах. По материальной помощи. МИД отчитался на своем ресурсе, посмотрите, пожалуйста, о том, что 55 тысяч заявок подано гражданами на материальную помощь. Это с учетом того, что я не подал. И 6 тысяч из них заполнили эту форму без ошибок. И поэтому им можно выдавать материальную помощь. Все остальные ошиблись. И чтобы это исправить, эту ошибку, надо дозвониться до горячей линии МИДа. А что такое ошибки, по мнению МИДа, при заполнении анкеты? Это когда человек смотрит на поле необязательно и заполняет его ошибся. Это было обязательное поле. Если вы еще не успели заполнить анкету на госуслугах, как я, я там не был вообще зарегистрирован, я сегодня сделал это. Ну, конечно, я чувствую ответственность. Мне нужно ехать домой и получать материальную помощь. По крайней мере, кормить семью. Да, я заполнил. И когда мне написало, что мои данные будут рассмотрены в течение пяти дней, я понял, что, возможно, я бы умер здесь, не дождавшись рейса и материальной помощи. А ты заполнил с учетом уже конкретных ошибок? Да, я в конечном итоге дождался. Да, это было не пять дней. Я заполнил анкету с учетом ошибок. Все поля необязательные я обязательно заполнил. Кстати, когда только вводишь первые данные, отчество тоже является необязательным. А когда проверка МИДа МВД проходит, отчество становится уже обязательным. У нас теперь новое развлечение. Дозвонись МИДу, чтобы исправить свое заявление. Дело в том, что вот это заявление на госуслугах, которое является одновременно получением материальной помощи и отлетом на родину, эвакуацией, оно никак не меняется самим пользователем, может быть изменено только оператором. Оператор сидит в МИДе. Он один. Горячая линия из трех телефонов работает, ну, видимо, круглосуточно на одном телефоне. Потому что только там имеют доступ к базе госуслуг и могут проверить вашу заявочку. Рекорды люди ставят 2 часа 25 минут. Каждые 59 минут обрубается связь. Люди звонят со скайпа, с вайбера, с МТС-коннект, который как бы бесплатен. Даже МТС, это реклама, нам потом заплатят много денег. МТС сделал бесплатным звонки на вот эти государственные номера. Надеюсь, на горячую линию под чрезвычайной ситуацией МИДа тоже бесплатно. А у меня МТС, кстати. Вот ты и будешь теперь звонить каждый день по 5 часов. Люди тратили на это время, действительно. Это информация от сегодняшней ночи. То есть весь чат Бали там радуется, друг другу передает рекорды, как все здорово. Вот посмотрите, наша знакомая на Бали вывесила прекрасный пост. Сегодня мы откроем вам секрет. По какому телефону можно дозвониться в МИД? Телефон внизу. По чатикам в Минкомсвязи. Да, идея была интересная. Много, очень, очень много людей не понимают, зачем, почему, куда идти, что делать. Они начали забивать эти чаты своими вопросами. Просто тысячи сообщений я все время тратил только на то, чтобы читать эти чаты. Потом чаты начали закрывать от сообщений и давать только информацию про улетающие рейсы, ну и так далее. И открывать чат там на некоторое время, чтобы люди могли скоперироваться в Барнаул к Барнаулу. Почему все время Барнаул? Омск к Омску и так далее. Хабаровск к Хабаровску. По Самуи появился тоже чатик, где уже там 350 человек изъявило желание когда-нибудь полететь домой. В принципе, заполнили заявочку на госуслугах. Я так понимаю, что еще многие даже не собирались заполнять это все, потому что думали, что рейсы будут в мае. Но Таиланд уже продлил до 30 апреля запрет на коммерческую авиацию. Россия, аэрофлот конкретно, не продает билеты до 1 августа. Серьезно? Поэтому есть вероятность, что количество заявок на эвакуацию будет еще больше. Ну, среди тех, кто думал, что он и так улетит, когда все это, все это закончится. Ну, я так понимаю, все это только начинается. В России 3,500 новых заболевших в сутки. У нас мы продлили бан на продажу алкоголя до 31. Сочувствую. У нас все заканчивается 30 апреля. Супер. 30 человек, меньше 30 человек в день заболевают по всему Таиланду. И уже около 100 вылечиваются. Ну, то есть сейчас они просто всех вылечат потихоньку и начнут открывать границы. С Малайзией, еще где-нибудь. Ну, не с Россией. Поэтому поддержите, тем можете. Карта Сбера внизу. Карта Тинькова у нее. Материальной помощи ждать. Видимо, не имеет смысла. Не имеет смысла. Тем более, мы люди второго сорта, которые приехали до первого. Ноль первого. Да, 2020. А еще мы дауншифтеры. А еще мы пыльные паспорта свои достали и обратились к родине. Дорогая Родина. Вот это все. Это были все новости на 17 апреля. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok